Мы приветствуем зрителей канала СОТВ на очередном выпуске программы «Последние вопросы». Сегодня у нас программа, тема программы звучит как «Загадки марксизма». И мы рады приветствовать сегодня в нашей студии известного философа, директора Института глобализации и социальных систем Бориса Кагарлицкого. Приветствуем вас, Борис. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, Борис, начиная тему, причем достаточно, в общем, казалось бы, в необычном ключе, несмотря на какую-то некую расхожесть того, что связано с марксизмом, казалось бы, еще какие там тайны могут или загадки остаться, которые не следуют. Но нам все-таки представляется интересно, на ваш взгляд, все-таки, Борис, марксизм что-то имеет от религии? В нем есть явные признаки того, чтобы мы назвали идеологией почти религиозной по типу? Ну, знаете, тут проблема не в марксизме, а вообще в том, как устроено общественное и массовое сознание. Ну и, кстати говоря, как устроены государственные системы. Кстати, институт у нас не социальных систем, а социальных движений, но это отдельный момент. Существенное. Существенное отличие, да? Вот. Но, строго говоря, понимаете, вопрос в том, как все это у людей работает, да, как работает в обществе. Потому что ведь, конечно, ну, для Маркса сказать, что это все идеология, это было бы самое ужасное оскорбление. Молодой Маркс пишет, что вот когда мы рационально понимаем действительность, тогда приходит конец всякой идеологии. То есть, идеология, по крайней мере, для молодого Маркса – это ложное сознание. То есть, это иллюзия, хотя тут есть проблема, потому что ведь по большому счету критерием идеологичности для Маркса является не то, что она исходно ложная, да, эта идея, а то, что она как бы нерациональна, она не поддается рациональной проверке. То есть, мы берем какую-то идею, принимаем ее как должное, принимаем ее как религиозный догмат, допустим, да, и, ну, дальше мы с ней работаем. Потому что нам некогда ее проверять, по большому счету. И вот с марксизмом происходит ровно то же самое. Потому что вот еще, кстати, Бернард Шоу в начале 20 века заметил, что наука становится религией. Сам, кстати, следует добавить, вообще большой поклонник марксизма, социалисты. Ну, естественно, естественно. Но он говорил про естественные науки, конечно, а не про марксизм, про социологию. Но вот я все время задаю своим студентам такой вопрос. Ребята, вы знаете, сколько от Земли до Луны? Ну, кто-то знает, кто-то нет. Я не знаю, кстати говоря, не помню цифру. Ну, кто-то обязательно в аудитории найдется, кто скажет цифру. Во-первых же, мне не важно, правильно или неправильно. Я говорю, а вы проверяли? А вы хотя бы можете методологию проверить, как это посчитали, да? Вот вы сами не хотели, так сказать, это расстояние, но хотели понять, как его рассчитали, на основе каких приборов, каких методов, насколько точны эти приборы и так далее. Нет, конечно, конечно, нет, потому что они, в общем, не физики, не астрономы, да? Значит, вы с этим можете работать? Можете, потому что так или иначе, в общем, ну, вроде как верно, да? То есть, предположительно верно. Мы не можем оставать, не иметь, что не так. А что это такое? Это идеологическое утверждение. То есть, вот этот тезис, что от Земли до Луны столько до километров, это уже для нас, в нашей реальной работе, некая идеология, идеологема. И, в общем-то, с марксизмом происходит та же самая штука. Потому что пока Маркс занимается чистой теорией, пока он пишет свои трактаты, которые потом отдает грызущей критике мышей, то есть, даже не собирается их публиковать, то есть, он их пишет, чтобы сам смог разобраться в чем-то, ему самому просто интересно понять, и даже неинтересно довести до конца иногда работу. То есть, это поразительная, кстати говоря, ситуация ученого, который работает, даже зачастую не для собственного понимания, для процесса. Да, вот ему процесс познания сам по себе очень важен. И потом вы с этим начинаете уже работать в реальном обществе. Вы должны получить конкретные результаты. Вы должны иметь инструмент, с которым большие массы людей решают большие глобальные, социальные, экономические, политические проблемы. Причем это не только коммунистические партии последующие, это социал-демократия, это, кстати говоря, и в значительной мере буржуазные и политические системы тоже, потому что они впитывали какие-то идеи из марксизма, они тоже начинали с ними работать. Цел ряд вещей, которые были новаторскими во времена Маркса. Сейчас они звучат банально, потому что их все используют. Даже, кстати говоря, сравнительно недавно, в 90-е годы, по-моему, Мировой банк, один из своих докладов в качестве эпиграфа начал цитаты не откуда-нибудь, а из Коммунистического манифеста. Ну да. Ну, глобализация, да, вот как раз там про глобализацию все написано. И возникает необходимость, во-первых, все это упростить и инструментализировать, и свести к очень простым истинам, в которые вы просто верите. Вы их не проверяете, вы в них верите. А вот Анна Очкина, моя коллега тоже по Институту глобализации и социальных движений, она замечательно как-то сказала, что между теорией и идеологией разница примерно такая же, как между живым деревом и бревном. Дерево растет, и у него ветви. Оно живое, у него корни и ветви. Очень красиво, очень интересно, оно развивается, но очень трудно с ним работать. А бревно, наоборот, с ним очень удобно работать. Но оно не развивается. Оно не развивается, оно не живое, и оно гладкое. И вот обтесали марксизм, сделали из него бревно, причем не одно, так сказать, разные бревна сделали, и дальше с бревнами работают. Здесь, помимо, раз уж мы обсуждаем все эти загадки, здесь представляется интересная вот эта религиозная составляющая. Ну, достаточно сказать, что и сам Маркс, надо сказать, не чужд был всякого рода, ну, выразимся так, странностям. Он вообще закончил жизнь интегральными исчислениями, как известно. Занимался математикой, казалось бы уж, да. Но все-таки он происходил из рода раввинов, и весьма своеобразно складывалась его судьба в этом смысле. И надо сказать, что в сущностном считается, что два важных события, и связанные с ними теорией, с двумя людьми, Фрейдом и Марксом, определили некоторым образом судьбу человечества, ну, как минимум в первой половине XX века, а то и дальше. Какие здесь возникают, на ваш взгляд, Борис, связи? Потому что и тот, и другой, казалось бы, вроде бы были материалистами. Да, столь сильно отвергали религию, казалось бы. И тот, и другой отдали всю необходимую дань борьбе с религиозным чувством. И тем не менее, возвращаясь к началу нашей передачи, у обоих из них возникает какой-то общий миф. Да, и он как-то переплетен, потому что уж, казалось бы, Фрейд, который, начиная от Дарвина, Смита и всех остальных, отдал всю положенную дань. Не говоря уж о Марксе, который, так сказать, уж, конечно, был в известном смысле продуктом своей эпохи, материальной эпохи, кстати сказать. Значит, вот есть ли в этом какая-то загадка, что именно они собой олицетворили, два человека столь сильно богоборчески ведшие себя, по существу своему, так сказать, в новую мифологию. Это тоже совершенно не случайно. Выяснилось, что все это прекрасно работает. И работает для объяснения именно поведения нового человека. Я, кстати, не уверен, что то же самое прислал от Эдипа в комплекс, он так уж четко описывает какие-то психологические стороны греческого поведения. Но это прекрасно сработало именно для формирования, скажем, ребенка в нуклеарной семье. Потому что на самом-то деле Эдип, как мы знаем, отнюдь не нуклеарная семья рос, но вообще рос. Как мы знаем, опять же, без отца и даже без матери. Так вот, на самом-то деле тут есть, конечно, два момента. Первое – это то, что и идеология, и миф – это нечто, естественно, порождающееся массовым сознанием. Тем, как оно работает, тем, как работает коллективное, общественное сознание в условиях конкретных действий. Потому что одно дело, я сижу в кабинете, и я работаю с книгами, и я работаю, не знаю, с мыслями. В наше время с компьютером. И так с листом бумаги. Какая разница? Или с глиняной табличкой. А другое дело, когда идеи работают и живут в массовом сознании действующих, борющихся, сражающихся, строящих что-то, создающих что-то, решающих что-то людей. И совершенно понятно, что они работают по-другому. И миф, видите, случайно рождается именно в этом обществе, где, строго говоря, идеология владевает массами. Где масса людей должны совместными усилиями что-то делать. Начинает строительство пирамид, заканчивая, не знаю, созданием греческих колоний. Им нужна некая цементирующая, не просто идеологическая база, а цементирующая база понятий, представлений, норм, табу, опять же, ориентиров, которые позволяют им безошибочно понимать, что и как они делают. И безошибочно понимать друг друга на интуитивном уровне. Это очень важный момент именно интуитивного понимания. Потому что рациональное понимание, оно медленное. А в реальной деятельности нет времени все растолковывать. Понимаете, как известно, военные правила, да, приказы не обсуждаются. Ну, конечно, да. Почему они не обсуждаются? Строго говоря, рационально. Почему? Да потому что некогда их обсуждать. Вас убьют, пока вы будете обсуждать, объяснять и так далее. Понимаете, поэтому ситуация совершенно другая. Все должно работать интуитивно, на мгновенной передаче. Для этого исходной должна быть система кодов, так сказать, культурных. И вот поразительная вещь, действительно, и фрейдизм, и марксизм сыграли очень важную роль, задавая новую систему культурных поведенческих кодов на рубеже вот этой самой новейшей истории. Новой новейшей истории. Переход к индустриальному обществу, переход к урбанизированному обществу, переход к обществу организованных борющихся классов. Переход к обществу масс. Вот восстание масс, да? Да, Гассета. Ужаснув Шортегов Гассета. В этом обществе должен быть некий понятный, простой, но при этом рациональный миф. И произошло чудо, потому что миф иррационален. Он магичен, он мистичен. А вот и маркс, и фрейд, они создали такие идеи, которые можно было положить в основу новой мифологии или нового коллектива мифотворчества, сохраняя рациональное зерно, то есть делая их приемлемыми для нового уже рационального времени, индустриальной эпохи, но при этом позволяя с этими идеями и образами работать так же, как работают с мифологическими идеями. Поэтому, конечно, и Маркс, и фрейд создали новые мифы. Но не потому, что они создавали мифы. В их теориях нет мифов. Но их теории прикладным образом оказались очень удобны для такого коллективного мифотворчества. И, кстати говоря, если марксистскую мифологию создавали, прежде всего, люди, действующие в политике, то фрейдистскую мифологию создавали люди, действующие в культуре. Это не случайно, что уже в начале XX века фрейдизм мощнейшим образом работает как культурное явление. Хотя Фрейд, в общем, такой задачи не ставил. Он никакой образом не эстетик, не культурная фигура. Он людей лечит, как ему кажется. А вот уже, начиная с 1900-х годов, все это прямо проецируется на культуру. И потом вот эти две волны, они сошлись. И оказалось, что они великолепно друг друга дополняют. А они великолепно дополняют друг друга? Ну, конечно. Но тут другое дело, что на философско-методологическом уровне возникла как раз проблема у марксизма. Потому что одно дело, вот этот вот какой-нибудь художник, писатель, который вдохновляем левыми идеями, одновременно он прочитал Фрейда, и тут у него все это, какой-то конгломерат смешалось. И он выдал какое-нибудь замечательное произведение. Ну, мы можем такой большой список взять. Включая, кстати говоря, такого, даже, в общем, человека правого взгляда, как Сальвадора Дали. Если вы начнете считывать его картины, вы там начнете находить и те и другие мотивы. Но Пикассо, наоборот, коммунист. Тоже найдете очень интересно. Тоже и то, и другое можно найти. Можно найти, безусловно. Но это надо уметь читать. Например, я до сих пор не могу понять, как прочитать Гернику. Да, да, да. Это целая дискуссия. Ну, в общем, ее можно читать и в рамках вот этих вот образов. Ну, а у методологов, так сказать, уже марксистских, появляются проблемы. Потому что франкфуртская школа на этом, собственно говоря, и строится. Они должны решить эту загадку. Как быть с Фрейдом в рамках марксистской социальной теории? И они понимают, что в марксизме нет психологии. В марксизме нет философии личности, казалось бы. И тут, опа, появляются рукописи 1944 года, которые были опубликованы. Аккуратно в 1932 году выяснилось, что есть философия личности. Просто вот, ну, опять же, Маркс не позволил себе опубликовать ее при жизни. И вдруг выясняется, что это прекрасно накладывается на Фрейда. Что они прекрасно друг друга дополняют. Что теория отчуждения дает социальное объяснение тому, что Фрейд пытался объяснить исключительно из либидо. И когда мы понимаем, что либидо – это не все, что сексуальность – это не все, а есть еще другие источники, порождающие те же самые бессознательные страсти, страхи, фобии, желания, то мы понимаем, что механизмы-то описаны Фрейдом очень точно. А исходные вот эти вот причины формирования бессознательного, они могут быть гораздо богаче. Потому что, кстати, Фрейда критиковали уже его ученики, и Адлер критиковал, и Юн критиковал, они давали другие объяснения. Ну и вот Франкфуртская школа, по существу, дает вот эту систему объяснений, которая позволяет вписать Фрейда в социальный контекст и вписать марксизм в контекст современной психологии. И, в общем, на этом мы продержались, я думаю, до конца XX века. И сейчас, наверное, современная психология уже должна подняться на более высокую ступень, потому что у нас есть и нейрофизиология, и огромное количество клинических исследований, и просто социально-культурный опыт, который накопили за сто с лишним лет. То есть, наверное, скажем, современная коллективная и индивидуальная психология, в том числе социальная психология, они, конечно, должны подниматься уже выше вот этого Маркса-Фрейдовского синтеза, характерного для франкфуртской школы 1930-х годов. Но, тем не менее, на сегодняшний день это самый высокий уровень того, что достигнут. Ну, вот смотрите, если такую аналогию провести, там, наверное, для того, чтобы стать христианством, Иисусу нужен был Павел. Безусловно. А для того, чтобы стать марксизм тем, чем он стал, я не знаю, как минимум в первой половине, а если не весь XX век, не говоря уже, что аж там и сейчас еще остается, в связи с новыми этими глобализационными процессами, с новым каким-то импульсом левым, который сейчас связывает с некими протестами и какой-то деформацией капитализма, нужен был Энгельс и Каутский, которые, собственно, дали старт тому, что суть есть идеология, учитывая то, о чем вы говорили, о ложности их представлений, о котором говорил Маркс. Значит ли это, что эпигоны являются во многом, так сказать, родоначальниками идеологии, как, если хотите, синонимы религии? Ну, я думаю, что да, это совершенно нормально. Другое дело, что началось, это еще при жизни Маркса, потому что все-таки антидюринг был написан Энгельсом при жизни Маркса, Марксу показан и, в общем, Марксу одобрен. По крайней мере, в том смысле, что копия верна. То есть он не нашел там ничего, что бы противоречило его собственным взглядам. Хотя надо сказать, что Энгельс, конечно, человек был поразительным в том смысле, что он принес в жертву Марксу и марксизму, по существу, свою репутацию еще одного великого мыслителя. Потому что он, по существу, уже отказался от собственного вклада, не говоря уже о том, что всячески его преуменьшал потом уже. И тут дело не в знаменитой его фразе, что Маркс гений, а мы в лучшем случае таланты. Дело в том, что он дописывал, например, капитал за Марксом. Он работал, работал, и выходил капитал под именем Маркса. Все-таки следующий этап, как это писал Энгельс. Ну, а потом следующий этап, это, конечно, Каутский. И вот тут уже очень важный момент. Они же не просто упрощали, чтобы людям было удобнее пользоваться теорией. Понимаете, любой учебник, да, он работает по этому принципу. Они упрощали для определенного социального слоя. Все-таки была поставлена очень четкая задача. Рабочему классу нужна понятная, простая, удобная теория. Особенно Каутскому. Была немецкая социал-демократия поставлена задача. Совершенно верно. Я про это как раз и говорю. Следующий этап, это Каутский. То есть, условно говоря, для массового читателя. То есть, если Энгельс упростил, схематизировал и систематизировал теорию, то Каутский ее популяризировал и, естественным образом, догматизировал. Потому что уже ответы были все однозначные. То есть, у Энгельса все-таки остается очень большая степень открытости. В меньшей степени в антидюринге, больше в других работах. Ну вот, давайте посмотрим так, давайте посмотрим так. Вот есть развилки, варианты выхода из той или иной идеи. А у Каутского все уже было расписано очень жестко. Но, надо сказать, что дальше был еще товарищ Плеханов, Георгий Валентинович, который сыграл в этом смысле тоже двоякую роль. Потому что, с одной стороны, он очень тщательно разработал целый ряд вопросов, в том числе философских, там, о роли личности в истории и так далее. В общем, он, на мой взгляд, разработал их, ну, не самым, для меня, по крайней мере, симпатичным образом. Потому что, конечно, он свел марксизм такому современному для начала XX века, спиназианству, такому вот материализму в стиле Гульбаха, там, вот, Дидро. То есть, по существу, вся марксистская философия ушла назад к французскому просвещению, к тем представлениям о личности, о ее месте в истории, которые были там. Олометри, вот, француз. Он знал французов, на самом деле, лучше, чем немцев. Поэтому, вот, как положено русскому интеллигенту, все-таки, так сказать, с определенной степенью французской выучкой, он, конечно, все это подгонял. Но это было перпендикулярно самому Марксу, учитывая его споры с Прудоном. Да, но не совсем так. Дело в том, что Маркс, он какие-то свои французские культурные корни никогда не выпячивал, но, конечно, они были. Были. Ну, не случайно же все это пишется, вот, самые ранние работы, это самые знаменитые философские, они пишутся, где? В Париже и в Брюсселе. То есть, где написаны и коммунистический манифест, и рукописи 44-го года. А мне кажется, знаете, вот он до 71-го года этим жил, до коммуны. И его это, почитание Бланки, то, чем он болел, а потом как-то у него остыло. Ну, у него, в общем, Маркс был человек, как сейчас бы сказали, заводящийся. Он очень заводился какими-то идеями. И, кстати говоря, если читать его публицистику, то она иногда просто ужасна. То есть, она очень поверхностна, потому что он несется куда-то. У него есть вот эти вот работы 50-х годов, время Крымской войны, которые меня уже стоят, потому что они совершенно русофобские. И дело не то, что они русофобские, а дело в том, что они абсолютно поверхностны в этой русофобии. То есть, он абсолютно не задумывается. А потом вдруг раз, Данилсон перевел капитал на русский язык, вдруг выяснилось, что русские, вот эти дикари, перевели капитал раньше всех, изучать начали раньше всех и поняли вроде бы лучше всех. И тут что-то ломается, он начинает русский язык изучать, начинает про Россию читать тома за томами. И, кстати говоря, огромное количество еще не опубликованных выписок, конспекты Маркса по истории России, по экономике России. Там еще шкафы остались, не опубликованных материалов. Вообще, очень интересно, что же он там надумал, в конце концов, по этому поводу. Об этом Теодор Шанин, опять же, пишет по каким-то отрывкам, которые опубликованы. Но, в любом случае, вот был французский такой вот культурный импульс. То есть, понимаете, не случайно вот эти два эмигранта из Германии, Маркс и Энгельс, оказавшись в Париже, начали, собственно, тогда и создавать вот ту самую теорию, которая потом стала таким вот мировым бестселлером философским, если можно так выразиться. Но, заканчивая нашу тему, хочу сказать, что все-таки, конечно, Плеханов очень упростил и механизировал, ну, скажем так, механистицировал марксизм, да? И зато сделал очень простым, очень понятным, очень доходчивым, так сказать, вот такой инструмент для, условно говоря, школьного учителя, так сказать, унтер-офицера рабочей партии, так сказать, низового такого пропагандиста. А потом был следующий этап, это, конечно, уже Советский Союз. Ну, там дальше все понятно, хотя тоже не все понятно, потому что, естественно, был эстмат и диамат, но вот, например, пытались мы с моим коллегой Павлом Кудюкиным понять, откуда все это пошло, и выяснилось, что вот это разделение, конечно, оно достаточно позднее, то есть это вторая половина 20-х годов, но исходный текст – это не текст сталинский или сталинистский, это текст Николая Ивановича Бухарина в историческом материализме. И, собственно, когда, наконец, мы добрались до книги Бухарина, мы думали, вот сейчас нам откроется что-то такое, что нам было запрещено знать. Это еще были советские годы, там где-то с большим трудом вообще непонятно где достают эту книгу, под запретную фактически, да, потому что Бухарин не был реабилитирован, как известно. Вот мы открываем, читаем и понимаем, что мы читаем те же самые учебники, по которым нас учили, слово в слово, абзац за абзацом, просто переписывали оттуда, но под другой подписью. То есть человека убили, а дело его живет в данном случае. Уже те, кто убили, они, собственно, это и продолжали. Поэтому, конечно, опять-таки, следующий этап – это приспособление уже не для нужд партии, а для нужд государства. Почему государство, естественно, оно эволюционирует, нужно меняется, соответственно, и теорию начинают подгонять. Поэтому под конец уже очень мало что осталось, под конец уже в Брежневской эпохе были какие-то безумные вещи. Например, теория общенародного государства, которая просто очевидно не стыкуется с базовыми, исходными, в общем, понятиями марксистской теории государства. Тем не менее, нормально, все у вас в порядке. Вот этот раздел, этот раздел. Или замечательный, например, методички советские, как читать, да, там, ленинский текст или Маркс, или еще что-то. Не надо читать целиком. Практически прямо сказано, не надо читать целиком. Абзац такой-то, строчка такая-то, от такой-то страницы до такой-то страницы, дальше читать не надо. То есть, естественно, все это превращается в набор цитат. Это уже даже не идеология, это даже не религия, это уже просто, ну, кирпичи. Это мертвые какие-то, например, даже уже не бревно. Прямо это некие рзацы. Да, это уже не бревно даже. Это просто в лучшем случае труха остается. Поэтому, конечно, в постсоветское время сначала был полный отказ от марксизма, вполне понятный на фоне вот этой трухи, да. А с другой стороны, марксизм начал возвращаться в Россию из-за границы. Откуда? Самое смешное, даже не из Франции, что было бы более логично, потому что там все-таки достаточно богатая культурно-политическая жизнь, богатые марксистские традиции. Марксизм в Россию начал возвращаться, как ни странно, из американских университетов. То есть, вот те студенты, которые учились первым призывом, скажем, социологии в американских университетах, или так или иначе с американскими университетами взаимодействовали, студенты, аспиранты, молодые преподаватели, они вдруг столкнулись с тем, что американские кафедры социологии, они насквозь марксистские, но марксизм там работает, естественно, и в другом контексте. И вот тут начинается такое контрабандное возвращение марксизма в Россию уже на протяжении поздних 90-х становится довольно заметным. Ну, я хочу сказать, и левый дух университетов европейских, он тоже давал себе знать как раз предпочтениям в области марксизма очень видных ученых, которых мы бы не назвали марксистами, но они отдавали им предпочтение, случайно ли события конца 60-х в той же Европе, в той же Франции и так далее в какой-то важной степени были инспирированы левыми увлечениями студенчества, которые под влиянием левых преподавателей, по-своему трансформировавших левые марксистские идеи, дали себя знать. А сейчас это уже в 60-х годах студенты, которые научились в Париже. Сейчас они преподаватели. Они сейчас преподаватели. В этом есть связь прямая. Могопытная вещь, что тогда преподаватели в 68-м году не одобряли действия студентов, и студенты в значительной мере уставали против своих педагогов. За редкими исключениями. Но, кстати говоря, даже в тех случаях, когда преподаватели были левыми, студенты все равно с ними были не в хороших отношениях очень часто. То есть они их ругали за то, за другое, третье, четвертое. Опять же, я помню мой хороший знакомый Янота Андерсен. Это экономист шведско-финского происхождения, шведоязычный точнее. Он учился в Стокгольме, и перед ним выступал Улов Пальмы. В это самое время. И они его чуть не освистали. А я потом... Улов Пальмы левый был политик. В том-то и дело, что он левый политик. Вот мне рассказывает Янота Андерсен эту историю, как они освистали Улов Пальмы, социал-демократа, причем левого социал-демократа. И я говорю, Янота, а что он, собственно, говорил-то вам? За что вы его освистали? Что он такого вам сказал, что вы начали свистеть, шуметь, вопить? А он говорит, этого я не помню. Это вообще никто не помнит, но все равно никто не слушал. Понимаете? То есть, в общем-то, им было не важно, что он нам в тот момент сказал. Понимаете? И сейчас ситуация другая. Сейчас конфликта старшего и младшего поколения, кстати, как ни странно, нет. То есть, опять же, наоборот, обратная ситуация наблюдается, когда младшее поколение очень хочет у старших узнать, а как это было в 68-м году? А что это такое было? А как это выглядело? И обнаруживают очень неожиданную вещь, что старшее поколение говорит, да в 68-м году была чепуха. Вот у вас гораздо интереснее то, что сейчас происходит. Гораздо более массовые движения, гораздо более организованные, гораздо более осмысленные лозунги и так далее. И, опять же, очень красивую историю мне рассказали. В Сиэтле, как раз в 99-й год, первое большое выступление антиглобалистское, несколько десятков тысяч человек участвовало в всех этих событиях. И вот вечер, уже начинаются сумерки, клуб излезоточного газа по улицам, и один из молодых людей, организаторов акции протеста, идет и видит, опять-таки, просто сидящего, прислонившись как-то к стеночке, кого-то из деятелей студенческого движения 68-го года, или 69-го года, или, в общем, тех вот 60-ников. Ну, понятно, что возраст уже не тот, но люди еще относительно все-таки молоды. И вот этот ветеран 68-го года просто сидит и наслаждается картинкой. Вот ему нравится то, что происходит. Молодой человек к нему подбегает и говорит, «Ну как? Как? Похоже?» А тот говорит, «Да, похоже, но есть разница». Какая разница? В чем разница? Знаете, говорит, у нас ничего не получилось, а у вас получается. Вот это существенное отличие. То есть, в этом смысле, на мой взгляд, как раз очень интересный ренессанс даже теории происходит именно сейчас. Потому что, строго говоря, допустим, увлечение марксизмом в 68-м году, оно было очень поверхностным, стилевым, я бы сказал. Причем смешанным было с анархизмом. Одно в случае я не против анархизма. Просто говорю, что это все было эклектично, непродуманно, склепано, достаточно механически. А потом у людей было 20-30 больше лет, чтобы размышлять, чтобы концептуализировать, что произошло, понять, почему у них ничего не получилось. И поэтому сейчас стыковка этих поколений, более старшего, то есть уже тех, кому по 50-60, а то и под 70 лет. И младшего поколения, которому, соответственно, от 18 до 30, она гораздо более продуктивная. Потому что они гораздо более выучены, гораздо более рациональны. И, в общем, в хорошем смысле прагматичны. Поэтому, опять-таки, вопрос об идеологии возвращается. Но идеология на это расстается уже не марксизм. Что очень интересно. Марксизм остается теорией, а идеологией становится некий такой вот левый или социальный радикализм, который уже под свои идеологические задачи оформляется, причем она довольно прагматична, но именно специально он создан для этого. То есть это новое явление. И мне кажется, это явление достаточно здоровое. То есть все-таки не надо теорию подпиливать так сильно под идеологию. Вот смотрите, вернемся тогда собственно к загадкам и к России. Это очень важно, потому что это представляет интерес. Смотрите, как. В России было распространено мнение, особенно в начале 20 века, ну или где-то на перекрестке, больше в начале. Мы обсуждали теорию Яна Махайского, польского известного социалиста, который, ну он не был единственным, который в свое время предположил, что марксизм, это было его, ну как догадка, что ли, является не идеология пролетариата, а по существу является идеология интеллигенции, которая использует революционность пролетариата для того, чтобы достигать своих целей. Каких? Для того, чтобы добиваться у буржуазии, ну будем пользоваться марксистской терминологией в этом смысле, добиваться лучших для себя условий с точки зрения такого реформирования существующей системы буржуазно-демократической, чтобы в ней роль интеллигенции, да, как, ну что ли, образованную культурным условием буржуазии увеличивалась, чтобы буржуазия, в свою очередь, содержала интеллигенцию, как, ну что ли, образованный элитный класс внутри этого, вот, то, что мы называем среднего класса, там, буржуазии, если мы имеем в виду его. Он подвергся критике, так, но, если мы смотрим на ретроспективу русской истории, особенно русской революции, вот этой первой, вот, 20-летия 20-го века, от этой мысли тяжело отделаться, что многие исторические аллюзии возникают, подтверждающие, так или иначе, роль, прежде всего, интеллигенции в революционном движении, что она диктовалась, какой-то нарратив возникал, исходя вот из этой предпосылки. Ложно или не ложно, это уже второй вопрос, потому что была масса трактовок в дальнейшем, сюда привязывались и более сложные схемы, допустим, там, национальные, что вот, велика роль евреев и тому подобных вещей, ну, как обычно, это нормально. И что вы скажете об этом? Действительно ли в русской истории проявилась именно такая особенность, особенность роли интеллигенции? Ведь она играла совершенно особенную роль именно в русской истории. Знаете, вообще-то, ведь в русской историографии, советской, естественно, потому что уже другой, собственно, не был на протяжении 20 века, ну, по крайней мере, там с 20-х годов, если не брать, конечно, эмигрантскую, которая все-таки тоже была не столько историографией, сколько мемористикой. Ну да, и бедной она была, и в идеологии все еще бедной. В этом смысле мы очень мало, видим, исторических работ, ну, отчасти немножко Милюков писал, но вообще очень мало исторических работ, которые написаны представителем проигравшего лагеря. Мемуаров много, очень серьезных, разной степени достоверности, но это как источник, все-таки они как аналитику используют. А аналитика, так сказать, вся была в лагере победителей, это понятно. И вот там как бы возникло два нарратива. Один как бы доминирующий, официальный, другой, который становился постепенно подпольным, но при этом постоянно присутствовал. То есть один официальный нарратив старался как раз вести роль интеллигенции к минимуму, оставив только рабочий класс и партию рабочего класса, которая как бы была некой такой особой вне социальной субстанции. Потому что социология этой партии, опять же, не изучалась. Не было ни одной работы по социологии, скажем, социальному составу, социально-демографическому, не знаю, гендерному, возрастному и так далее, составу большевистской партии. Когда все это было бы посчитать. И, в принципе, поддается учету, там были отдельные упоминания в работах. Я, может быть, я чего-то не знаю, но я не знаю ни одного исследования, которое бы досконально разрабатывал, скажем, эту тему. Кто были такие большевики в социально-демографическом, в социально-биографическом плане. Это один доминирующий миф. То есть партия как субстрат чистой революции. И класс, рабочий класс, тоже как, опять же, чистый рабочий класс, где все как в теории, так и в жизни. А с другой стороны был контрнарратив, который как-то подпольно культивировался. Той же самой интеллигентой, что на самом деле революция была интеллигентская, что все они были, в первую очередь, интеллигенты, что, в конце концов, даже те рабочие, которых мы видели на переднем крае, они на самом-то деле были продуктом интеллигентских кружков. И по существу были теми же интеллигентами, только занимающимися физическим трудом. Ну, то есть человек действительно по образу мысли, по всем своим контактам, по своей идеологии, в общем, тоже формировался именно интеллигентским кругом. Ну, да, он работал на заводе, но на заводе до какого-нибудь там пятого года, а иногда и до семнадцатого, был, в общем, отщепенцем. То есть таких вот образованных рабочих было мало. И опять же, если взять Колонитского, известного историка февральско-октябрьской революции, особенно февральской, конечно, то у него очень точно видно, как вот эти, так называемые, сознательные рабочие должны были предлагать огромные усилия, как ни странно, не для того, чтобы завести народ на революционную борьбу, а наоборот, для того, чтобы их сдержать. Почему? Потому что когда вот эта масса людей, несознательных, необразованных, выходила в политику, в общественную жизнь, в какую-то борьбу, то начиналось огромное количество эксцессов. То есть начиная с убийств полицейских, заканчивая погромом лавок. И, опять же, вот недавно присутствовал на докладе Колонитского, посвященному как раз революции февральской, где он рассказывал, но это, правда, помнимительно было еще к первой революции, как фиксировано это в документах, толпа громила какой-то трактир, распевая под красными флагами рабочую Марсельезу. Понимаете, вот в данном случае роль сознательного рабочего или рабочего интеллигента, через террорию... Ну, Махайчик употреблял приблизительный термин. Да. Она состояла не в том, чтобы поднять, вызвать этот гнев, возмущение, протест, но просто его сдержать, направить какие-то цивилизованные русла, что не всегда, кстати, как мы знаем, получалось. Но цель этого предания, цивилизованное русло, была та же, она марксистская, посуществующая. Вот, тут мы как раз и приходим к самому интересному. Я думаю, что оба нарратива, и нарратив, условно говоря, чистого рабочего класса, и нарратив интеллигентский, который, кстати, в конечном счете сваливается в нарратив заговора, вот эти оба повествования, они, в общем, по большому счету, все-таки не верны. То есть, на самом деле, во-первых, было и то, и другое, и не то, не другое. Потому что, конечно, была интеллигенция, но надо сказать, что далеко не вся интеллигенция была социалистической, была и либеральной. И, кстати говоря, представление о именно марксизме, как и доминирующей идеологии интеллигенции, оно неверно применительно к началу XX века. Да, интеллигенция была вся розовая. То есть, начиная от кадетов, причем, скорее, левых кадетов, ну, до эсеров, соответственно, народников. Но это были далеко не марксисты. И, кстати говоря, марксизм далеко не всюду вызывал энтузиазм. Кстати, во-первых, интересная вещь. Маркс вызывал. Маркса уважали все. Вот вся розовая интеллигенция уважала Маркса. Марксизм, как система уже вот этих идеологем, по Каутскому, Плеханову, так сказать, социал-демократической упаковке, это вызывало большие вопросы. А что касается вот Маркса, ну, просто представьте себе картину. Три молодые девушки-гимназистки приходят в интеллигентский марксистский кружок. И в итоге вот они знакомятся с молодыми людьми, и все трое выходят замуж. Одна подруга за Туган-Барановского, вторая за Струва, третья за Ульянова. Надо еще добавить, что к легальным марксистам относился какой-нибудь Бердяев, например. Представляете? Помимо Струва и Туган-Барановского. Три подруги, три подруга, три молодых человека, которые в одной компании. Вот вам три направления в русской интеллигенции, понимаете? Ну, так это подтверждает как раз ту логику. Да нет, они все уважали Маркса. Но в итоге два из них становятся оппонентами марксистов, как политическое течение. А один его возглавляет. Все это растет из одного корня интеллигентской дискуссии. Я просто имею в виду, что есть разница между бородатой картинкой Карла Маркса, которая висела, по-моему, Туган-Барановского чуть ли не в спальне или в детской, даже, где он новорожденного ребенка подносил и показывал тогда дедушку Карлу. Да, это известный, известный. Вот, да. И, в общем, все-таки тем марксизмом политическим, который отстаивали социал-демократы и, в первую очередь, большевики. Вернее, не в первую очередь, а, так сказать, в своей версии большевики, в своей меньшевики. И я думаю, что тут произошло некое скрещение нескольких разных интересов наложения. То есть, действительно, была стихийная революционность рабочего класса. Было расщепление интеллигенции на несколько течений. Кстати говоря, и социологически тоже. То есть, интеллигенция была все-таки не так едина, как она сама про себя думала. Это накладывается на несколько идеологем, уже порождаемых, с одной стороны, партиями, с другой стороны, стихийным движением, с третьей стороны, государством уже позднее, с четвертой стороны, уже советской интеллигенции, которая в рамках уже советской системы старалась повысить свой статус. И вот тут она задним числом возвращается к этой идее интеллигентской революции и возвращается позитивно, что мы-то все это сделали. Не рабочие, а мы все сделали. Нам надо, соответственно, повышать статус. Надо не прослойкой называть, а вообще самой мощной силой. Вот смотрите, Борис, извините, что я перебиваю, но он ведь говорил, Махайский, о том, что не помышляла интеллигенция, ни о какой... Что? Ну, вперед, как бы. Они напишут в начале 20 века и не помышляла и не помышляет ни о какой пролетарской революции, а готова ограничиться буржуазной демократикой, которая повысит их статус. Так ведь и произошло. В феврале все этажи новой власти действительно заняли. Пожалуйста, вам Керенский, представитель трудовиков, Чхидзе возглавлял Первый Совет просто исполком. Но, заметьте, не справились. Не справились, вот. Но, тем не менее, все этажи власти действительно интеллигенция заняла. Неважно, социалисты, ну, мы видим там в правительстве Милюкова Первого и так далее. Набокова. Интеллигенция. Ну, Набокова, конечно, так сказать, не последний. Ну, и Струва к этому имела отношение к правительству временному. Кстати, Набокова был как раз один из немногих из них, кто вообще никакого никогда не имел отношения. марксизм никогда. Ну, и тем не менее, он там даже к какому-нибудь историку Милюкову, который тоже был дворянин, но тем не менее. Значит, то есть, по существу своему интеллигенция это хотела вот этого самого февраля, который бы дал ей реализоваться тем возможностям, посредством которых революция была лишь инструментом для достижения этой цели, для определения ей такой особенной роли в историческом процессе, особенно в России. Ну, именно поэтому, собственно говоря, в итоге победили большевики, потому что они смогли опереться на гораздо более широкие социальные слои, и самое главное, они смогли угадать ту общественную необходимость, кстати говоря, очень неприятную общественную необходимость, о которой, в общем-то, говорило это уже царское правительство, и которое не было реализовано, то есть, нужно было изъять хлеб в деревне. А изъять хлеб в деревне можно было только ценой разгром помещих хозяйств, как, так сказать, отступно, которое можно было дать крестьянину в обмен на хлеб, который придется забирать бесплатно. То есть, строго говоря, вот дилемма русской революции, если не забрать хлеб, то города погибнут. Купить нельзя, потому что финансовая система распалась, значит, нужен такой механизм, который обеспечит такой вот, скажем, компромисс интересов между городом и деревней, и ни один из имущих классов Российской империи на тот момент был не в состоянии этот компромисс обеспечить. Его обеспечили все-таки именно большевики, опираясь как раз на рабочий класс городу, который, ну, понятное дело, не волновался по поводу помещиков, не волновался по поводу интересов А я вам больше скажу, Борис, послушайте, вот этот самый знаменитый лозунг вся власть советом и землю крестьян фабрики рабочим у нас часто говорится о земельном вопросе, но ведь большевики сделали и больше. В городах об этом меньше известно, просто это был короткий период. Ведь не только землевладение там, сельское место, но и заводы, об этом мало известно, стали собственностью работавших на них рабочих. На какой-то период, пока это были производства, они начали получать дивиденды. От производства. От отдельного вопроса. Деньги, ну, акционерами стоят. Отдельный вопрос, потому что советская историография за одним членом доказывала, что рабочие крайне плохо управляли своими предприятиями. Ну, понятно. Вот. Поэтому, соответственно, нужно было вернуть все государству и, соответственно, старым инженерным кадром, кстати говоря. Нет, ну, как наемным работникам и так далее. Вот. Ну, соответственно, эта тема, кстати, требует отдельного изучения, потому что никто... И тем не менее, почему рабочие в массе своей поддержали революцию, допустим, Александр Шубин, опять-таки говоря, об историках. Он недавно выпустил большую толстую книгу об испанской революции уже вот 1936-1939 годов. Да. И дал очень много статистики, показывающей, что так называемые социализированные предприятия, они работали неплохо. То есть предприятия, которые анархисты передали в руки рабочих. Ну, да. Со всей спецификой того, что происходило в период гражданской войны. Они давали прибыль, они нормально поддерживали работу. Ну, другой вопрос. Как это было бы дальше, мы не знаем. То есть очень ограниченный масштаб исследований. Безусловно, да. Два-три года ни о чем не говорят. А в случае с Советской Россией, вернее, даже еще не Советской Россией, а с Россией первых месяцев после взятия власти Советами, это вообще вопрос именно месяцев. Месяцев, месяцев. Военная необходимость заставила все это поставить под очень жесткий контроль. Но возвращаясь к теме интеллигенции, я думаю, что тут как раз двойственная ситуация. То есть интеллигенция нуждалась в рабочем классе, это чисто правда. Интеллигенция пыталась использовать рабочий класс для своих целей. С другой стороны, на определенном этапе произошла обратная. То есть более-менее организованная часть рабочей класса наоборот использовала интеллигенцию для решения своих задач. Но опять-таки в рамках вот этого советского компромисса большевистского и лево-эсеровского. А в конечном счете поднялась третья сила, бюрократия, поднялась номенклатура, которую использовала тех и других в рамках своего проекта модернизации. Ну а в нужный момент в общем пустили под нож и первое поколение номенклатуры тоже, потому что пришла следующая волна номенклатуры уже с другими задачами. И те, кто мешали, они оказались в ГУЛАГе. Но Маркс предполагал это? Он закладывался на это? Думал ли он о роли? Как ни странно думал. Как ни странно думал. И думал очень мучительно. И опять-таки что интересно, Энгельс очень много об этом думал. Потому что у них есть очень много разбросанных отдельных догадок, гипотез. Иногда в письмах. Больше даже в письмах. Иногда в каких-то других работах. Ну, например, что будет с революционной партией, если она придет власть в отсталой стране на очень узкой социальной базе. То есть вот хорошо бы, конечно, в Англии, в Германии все нормально. Про Англию Маркс пишет парламентским путем. Он выступает когда в Голландии. Он говорит, в Англии, конечно, революция пройдет парламентским путем, демократично. Может быть, у вас в Голландии тоже. Но вот во Франции Германия уже не знает. Наверное, будут стрелять. Ну, опять-таки, посмотрите, какой опыт у него был. Парижская коммуна. Ну, конечно. Стреляли, да. А в Германии еще в 1848 году стреляли. Потом в 1919 стреляли. А уж как стреляли в 30-е годы. В 19-е тоже нормально стреляли. Ну, вот. Так что Маркс, в общем, был прав в данном случае. Без пальбы не обошлось. Но я имею в виду другое, что он начинает думать, а что же вот в этих странах? Россия. Кстати, Германия тоже в этом смысле волнует. Заменитое письмо его Вере Засулич, которое он пишет, переписывает. А в итоге пишет несколько строчек. То есть он страницы пишет, потом снова пишет, снова вычеркивает. И, наконец, пишет там практически один абзац о том, что, наверное, все-таки у вас все будет не с тем так, как мы рассчитали для Западной Европы. И вот у Энгельса в одном месте описана некая модель, что происходит с пролетарской партией, которая опирается на очень узкий рабочий класс. Маленький по сравнению с обществом. Но при этом пишет, что он есть необходимость, вот объективная необходимость дореволюционной власти идти вперед, чтобы как-то вытащить страну. Он пишет, что через некоторое время диктатура класса сменяется диктатурой партии, а диктатура партии сменяется диктатурой одного лица, который, скорее всего, истребит всех своих соратников. То есть вот эта вот гипотеза уже была сформулирована как некий кошмар, который преследует их собственные прогнозы необходимости революции. То есть он преследовал все? Да, да, да. Они постоянно говорят, что есть сценарий саморазрушения революции. Эта фраза, потому что революция выходит за свои собственные задачи исторически, откатывается потом назад. Потом были, опять же, про Россию специально, по-моему, тоже у Энгельса, Маркса меньше. У Энгельса в переписке были фразы о том, что в России социалисты придут к власти до того, как созреют предпосылки для социалистического развития. И это создаст целый ряд парадоксов, противоречий, скорее всего, тоже необходимость диктатуры, которая очень опасна для, в том числе, самих социалистов. Причем тут не такой вот гуманистический разговор, что ах, там ужасно, кого-то убьют. Нет, конечно. Нет, у них другой вопрос. Кстати, я вспомнил замечательные слова, по-моему, тоже Энгельса, когда он говорил, что мы не знали, что мы доживем так долго, как уже старый Энгельс говорит. Мы это думали, нас уже в 49-50 году гильотинируют. То есть, они предполагают, что если будут участвовать в революции, то рано или поздно и до них наберутся, их тоже будут гильотинировать. То есть, это другое. Их волновало, что если разразится вот эта волна репрессии и террора, она убьет революцию, в конечном случае. Она подорвет базу, подорвет кадры, подорвет систему, производящую революционную, скажем, даже не идеологию, а революционную тенденцию. И здесь они были правы. Вот тут зафиксируемся. Вот смотрите, известная полемика Бакунина, такая уже среднего периода с Марксом. И все, что относится к первому интернационалу. Бакунин говорил о том, что Маркс сознательно скрывает проблему азиатского способа производства. Упрекнул Маркса, ну, это помимо всех прочих, так сказать, вещей, что в теории марксистской заложена та опасность, что там есть только два класса в силу о государствовании революции, управляющих и управляемых, что имеет, ну, это мы уже домысливаем, хотя Бакунин вскользь об этом тоже говорил, некие аналогии, значит, в историческом процессе, потому что мы встречаем азиатский способ производства в восточных деспотиях, мы легко в Азии это маркируем об этом, значит, Карл Август Фестфогель написал замечательную работу в восточной деспотии, мы знаем те общества, которые были лишены феодализма, они, в частности, вот эта теория гидравлического государства, гидравлических систем, там, где не было ирригации, ну, это такой был условный термин. Ну, потом, кстати, выяснилось, что не только ирригация. Да, не только ирригация, потом это уже отметено было. Это Маркс как раз верил, что именно ирригация была. Да, Маркс верил, ну, просто было мало, недостаточно знаний, потому что, конечно, исторические возможности позволили понять, что не только дело в ирригации. Так вот, действительно ли Маркс, придерживаясь и, видимо, действительно микшируя вот эту возникающую аллюзию относительно того, что будущее социалистического общества скорее всего будет огостерствленным и единственной вот такой моделью, которая бы реализоваться могла бы, был бы именно азиатский способ производства. Действительно ли Маркс сознательно, понимая опасность именно, ну, как ученые, если хотите, да, как прогнозист в известном смысле, ведь он не мог, так сказать, будучи погруженный в свои, значит, исследования, не понимать, к чему придет все. Значит ли это, что Маркс сознательно продолжал именно таким образом строить свою теорию с неизбежным результатом, который в случае ее реализации, там, если хотите, в планетарном масштабе или в отдельной взятой стране, о чем он много раз спорил и как раз не считал возможности этой реализации полноценной, в частности, особенно в России, знал, что придет это все именно вот к такому типу, к такой модели управления. Ну, начнем с того, что у него взгляды менялись, в том числе на азиатский способ производства, то есть, ведь сам термин азиатский способ производства придуман именно Марксом. Да. И у него, кстати говоря, примитив к России тоже, повторяю, были очень такие смутные в 1850-е годы, то есть, если взять его чтение русской проблематики вот за 1850-е годы, то очень все упрощено, то есть, на самом деле, поверхность европейская, вот некий европейский фасад, за которым просто стоит вот эта самая азиатская деспотия, ну, примерно такая же, как в Турции, такая же, как в Персии, там, в Китае и так далее. В общем, заметим, что и представление о Турции, и о Персии тоже очень упрощенные, потому что потом он начинает изучать Восток и обнаружил, что и на Востоке все не совсем так, как думали. И вот тут возникает очень забавная вещь. В какое-то время, с одной стороны, появляется представление о том, что европейская концепция азиатской деспотии, которая идет с 18 века, которую Маркс уже пытался в своих категориях, своих терминов, переосмыслить в азиатский способ производства, она крайне упрощена. То есть тот азиатский способ производства, который описан в раннем Марксе, ну, в среднем периоде, точнее, Марксе, или на который ссылается Бакунин, его вообще никогда и нигде не существовало. Это некий миф, то есть азиатская деспотия была, ну, скажем так, она, конечно, была, но она была не совсем такой, она гораздо более дифференцирована, на самом деле, всегда была, чем принято было думать. Один из парадоксов состоит в том, что как раз ближе всего к этой модели идеальной деспотии подошел именно Советский Союз. Но тоже подошел, и опять-таки тоталитарная модель, она сейчас ломается историками, потому что тоже крайне упрощает картину и при более тщательной работе перестает давать объяснение. То есть мы видели, например, очень интересную вещь, что Азия, ну, она была, с одной стороны, да, очень жестко иерархично до буржуазной, до европейской Азии, до прихода европейцев. Но, с другой стороны, в этой иерархичности все время составлялись такие вот кондиции, да, своего рода, да, своего рода, система исключения особых статусов, дополнительных правил. То есть не было единого кодекса законов, который, кстати, Европа придумала довольно поздно, но существовала масса каких-то норм, специальных регулирований. И все-таки они именовали феодальный период, который был бы необходим для такого... феодализма не было, это очевидно. Японию не берем, Япония это нечто особенное, совсем отдельно, силу изолированности. С Индией там более сложная картина, но... Но Китай, например. Не было феодализма. Это очевидно совершенно. И, собственно говоря, это то, что Марксу давало оправдание колониализма, кстати говоря. Он предположил, что европейцы все вот это недостающее принесут. Ну, это первая половина. Если взять историографический, что там было с азиатским способом производства. По сути, ну, ведь не случайно же Маркс пишет, то, что было им рассказано в «Капитале», это касается Западной Европы, это модель развития для Западной Европы. Пишет он, обращаясь к Вере Засулевичу, у вас в России будет как-то по-другому. Опять-таки, вот эта идея общины, гемайншифт и так далее, которая на самом деле вроде бы у нас была в России воспринята как народническая, но она абсолютно не чужда некоторым размышлениям того же Маркса или Энгельса, применительно даже к Западной Европе, применительно к Швейцарии, к определенным этапам развития Германии. И, в общем, при всех вот этих страшных нападках, кстати говоря, злобных, очень несправедливых на Герцена, чудовищные совершенно его нападки на Герцена, если прочитать, что он пишет, да, уже в более позднее время, в общем, у него некие прозрения есть, очень похожие на те, которые у Герцена, применительно вот именно к Восточной Европе. Но, с другой стороны, ведь Маркс специально говорил о том, что он не знает, как будет развиваться последующее социалистическое общество. Для него принципиально было, что оно выходит из капитализма, это общество, которое появляется в процессе решения конкретных вопросов противоречия проблем капитализма. То есть, мы их начинаем решать, причем решать системно, да, не частично, корректируем, когда вы и более-менее системный комплекс противоречий разрешите, то, что получится, говорит Маркс, то и будет социализм. Но беда в том, что у Маркса нет понятия периферийного капитализма, то есть, его капитализм, он един. Вот уже у Розы появляется рассуждение о том, что капитализм один в Европе, другой в колониальных странах. Какой капитализм в России? Получился, в общем, скорее колониальный капитализм. Розы Розы Ксенбург сильно критиковал большевизм, как известно, и так далее. И, в общем, опять же, из наших уже историков последующих, Михаил Гефтер, всем нам известный Михаил Гефтер, который сейчас как бы открывают заново, кстати говоря, сейчас сайт открылся, посвященный Гефтеру, сейчас какие-то дискуссии, конференции и так далее проходят. Так вот, он очень интересно сформулировал, ну, упрощенно, какой капитализм, такой и социализм получится. То есть, если у вас был такой вот отсталый, периферийный, достаточно варварский капитализм, то, в общем, в итоге вы получите такой тип посткапиталистического общества, которое, в общем, будет, опять же, вполне по Марксу, вырастать именно из этого капитализма. То есть, если вырастает из цивилизованных форм капитализма, то вот вы получите одно, из этих форм вы получите другое. И тогда, соответственно, возникла некая развилка. И вот это вот представление о единстве мира, которое, в общем, доминировало у Маркса в период, когда писал манифест, оно, конечно, постепенно размывается дальнейшим исследованием. Я думаю, что написал бы он там еще новый капитал, он бы сам к этому пришел, потому что, собственно говоря, на мой взгляд, труд Розы Люксембурга, скучнейшая книга накопления капитала, это продолжение, конечно, труда Маркса, совершенно однозначно. И тогда выясняется, что происходит развилка, да, мы вот расползаемся в разные стороны. И сейчас, как ни странно, в новой глобальной эпохе один из интересных вопросов о том, как удастся мир собрать обратно, да, то есть не через ту вот иерархическую глобализацию, которую нам, в общем, навязали по существу, а через реальный, так сказать, органический процесс снизу идущий, как можно снова вот эти вот элементы сделать целыми, да. И я думаю, что это как раз и есть содержание той революции, которую мы сейчас переживаем как человечество. Ну что же, это была чрезвычайно интересная беседа. Мы обсудили почти все. Она, конечно, неисчерпаема. Всех загадок нам действительно не выяснить. Тем не менее, это представляется чрезвычайно интересным как предпосылка к следующим разговорам. Будем всегда рады вас, Борис, видеть в нашей программе. Спасибо огромное за этот диалог. Спасибо вам большое. Спасибо.